А когда вы делали что-нибудь просто так? Нет, не в плане задаром или бессмысленно, а просто так. Просто гуляли по парку, просто любовались рассветом или закатом, просто пересматривали старые фотографии. Порой в будничной суете мы забываем о маленьких радостях. Надеемся, что в первое утро недели вы сможете дать старт приятным свершениям, а мы вам в этом будем помогать в течение всей недели. Доброе утро! Это программа «Утренние эспрессо». Меня зовут Вероника Яковец. И в ближайшие 45 минут только приятные новости, как залог лучшего начала сегодняшнего дня. Сегодня в «Утреннем эспрессо». Зажечь огонь в сердцах о спортивных перспективах Брещины в Международный Олимпийский день. Полесский берег, деревня Млыны, оазис гостеприимства. Наши ответы на ваши вопросы. Жизнь без проблем. Международный день народных инструментов. Утро с балалайкой. Наверное, это не самый большой секрет, но правильное утро – это доброе утро. Один из самых лучших способов сделать утро еще добрее – это поднять настроение другим. А что для этого надо? Порой не очень много. Для начала нам нужен повод. Если вы обладаете богатым воображением, задача сводится к минимуму. Да и в любом случае пригодится полезная информация. А с этим мы без проблем поможем. Итак, попробуйте сегодня поздравить своих родных и знакомых с именинами. Смело поздравляйте Александров, Антонин, Васильев, Иванов и Тимофеев. Согласно православной традиции. Согласно католической, есть прекрасный повод поздравить носителей таких имен, как Ванда, Зенон и Иосиф. Надеемся, с поводом для хорошего настроения мы вам помогли. А вот для того, чтобы посмотреть прогноз погоды, особого повода не нужно. Итак, прогноз погоды на сегодня. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» И снова доброе утро. Спешу вам сообщить, что сегодня, 23 июня, отмечается, пожалуй, один из самых спортивных дней в году. Международный Олимпийский день. По традиции Брещина, Брестская область не остается в стороне от этих мероприятий. И сегодня утром у нас в гостях директор представительства наук Беларуси в Брестской области, Белоконенко Елена Леонидовна. Елена, доброе утро. Доброе утро. Елена, для начала я вас хочу поздравить с Олимпийским международным днем и в вашем лице поздравить всех тех, кто имеет к этому отношение, высказать надежду на то, что Олимпийское движение в Брестской области будет развиваться непрестанно и такими серьезными большими шагами. Спасибо большое. Елена, вот на этой положительной ноте мне бы хотелось все-таки вернуться непосредственно к Олимпийскому международному дню. Отмечаем мы его сегодня, 23 числа, но уже накануне прошли какие-то мероприятия. Расскажите, пожалуйста, как мы готовились к Олимпийскому международному дню? Действительно, это так. 23 июня Международный Олимпийский день, который отмечается всеми странами, участницами Олимпийского движения. Беларусь, активный участник Олимпийского движения, достойно представляет на мировой арене нашу страну. Мы гордимся нашими спортсменами, олимпийскими чемпионами. Национальный Олимпийский комитет, который возглавляет это Олимпийское движение в стране, объявил о проведении Международного Олимпийского дня в период с 21 по 23. Поэтому сегодня, 23 числа, состоятся основные мероприятия торжественные. Но с 21 уже проходят по всей Брестской области спортивные мероприятия, пропагандистские мероприятия, различные акции, конкурсы. Думаю, что третий день сегодня самый главный и самый значимый для Брестской области пройдет удачно. Елена, раз мы уже коснулись сегодняшнего дня, 23 июня, когда непосредственно отмечается Олимпийский международный день, мне бы хотелось, чтобы мы напомнили еще раз нашим телезрителям, что именно в этот день, 23 числа, будет проводиться уже, пожалуй, седьмая по счету областная спартакиада, приуроченная к этому дню. Вот с чего нам ожидать от этого мероприятия сегодня? Такое мероприятие торжественное совпадает с Международным Олимпийским днем, именно потому, что лучшие школы, учебные заведения от каждого района собираются в этот Международный Олимпийский день в Бресте и в областном центре, и они становятся как лучшие участниками нашего Международного Олимпийского дня. Таким образом, 20 лучших школ изо всех регионов сегодня будут состязаться не только в Спортландии, они будут принимать участие в открытии Международного Олимпийского дня, будут общаться непосредственно с олимпийскими чемпионами и призерами, и я думаю, что этот день им запомнится на всю жизнь. Скажите, пожалуйста, а вот, допустим, если у кого-то возникнет желание поддержать участников спартакиада, можно каким-то образом это сделать? Да, мероприятие проходит с 11 часов в легкоатлетическом манеже, и поэтому в качестве болельщиков ждем брещан поболеть за лучшие клубы юный Олимпийск, которые будут участвовать в Спортландии и в брифинге со спортсменами. Поэтому думаю, что для всех гостей этого мероприятия тоже будет на что посмотреть. Елена, а вот если мы говорим об олимпийском движении как таковом, насколько оно развито в Бресте, в Брестской области? Ну, для того, чтобы понять, насколько это кропотливый, тяжелый труд для спортсмена, и насколько эта медаль важна, тяжела и значима для нашей области, можно привести цифры. У нас всего 21 олимпийская награда, из которых 4 только золотых. Всего 105 спортсменов от Брестской области побывали на Олимпийских играх. Если это сотня такова, что вот это лучшие наши спортсмены за всю историю Олимпийского движения, то, наверное, это действительно тяжело там побывать и представить. Поэтому, когда понимаешь, как это тяжело и какой это труд, тогда действительно хочется поддержать этих спортсменов. В их честь именно в этот день проводятся мероприятия. Они достойно сделали, внесли вклад в то дело великое, которое мы делаем. И я думаю, что пусть все дети видят этих людей, пусть они познают, и пусть завтра у нас появляются новые спортсмены-олимпийцы. И, вы знаете, уже, наверное, близится к завершению нашей с вами беседы, но мне бы хотелось немного продолжить мысль, на которой вы сейчас остановились. Да, действительно, ну, допустим, и в частности, с моей точки зрения, олимпийская медаль – это некая вершина спортивного, профессионального мастерства. Но раз мы говорим о том, что хотелось бы, чтобы подрастающее поколение спортсменов равнялось на наших олимпийцев, должны быть созданы какие-то условия для того, чтобы эти олимпийские звезды зажигались. Вот на сегодняшний день в Брестской области есть ли подходящие условия для того, чтобы из юных спортсменов готовились олимпийские чемпионы? Ну, в Брестской области действительно есть условия, и они намного лучше, чем были когда-либо. Сейчас нет вообще никаких вопросов по спортивным базам и так далее, но здесь не все зависит от условий. Вот именно зависит очень много от пропаганды, от того, насколько мы зажгем этот интерес, зажжем этот олимпийский огонь в сердцах. Потому что это, я как уже сказала, большой труд, а в настоящее время не все дети приучены к труду, к тяжкому. И чтобы ту медаль через много лет получить, не каждый может осилить, пройти этот тяжелый путь ради этой одной единственной медали. Поэтому такими мероприятиями мы поднимаем дух и зажигаем олимпийский огонь в сердцах наших юных спортсменов. Елена, огромное вам спасибо за то, что сегодня утром вы пришли к нам в гости, ответили на наши вопросы. Вы знаете, мне очень понравилась фраза, которую вы сказали, зажечь олимпийский огонь в сердце. Я надеюсь, что и условия, которые создаются в Брестской области, и непосредственно желание, и мотивация самих юных спортсменов, и какая-то информационная работа, которую, допустим, делаем, в частности, сегодня мы с вами, она приведет к тому, что олимпийский огонь в сердце зажжется с еще большей силой. Спасибо вам большое. Спасибо. И всех с праздником. Мы напоминаем, что сегодня утром, в Международный Олимпийский день, в гостях утреннего эспрессо была директор представительства НОК Беларуси в Брестской области Белоконенко Елена Леонидовна. Кто сказал, что эпоха великих географических открытий уже давно канула в лету? Быть может, в прямом смысле этого слова Америку уже не откроешь, но жизнь полна сюрпризов, и всегда можно найти место для чего-то нового. Например, можно просто плыть на байдарке вдоль лесной и открыть для себя удивительное место. Сегодня деревня Млыны Каменецкого района – это оазис полезского гостеприимства. Убедимся прямо сейчас в утреннем эспрессо. Переезд, а для кого-то возвращение в деревню – это не бегство от мира, потому что деревенька будущего со своей маленькой общиной, маленькой экономикой и маленькой культурой органично впишется в большой социум, большую экономику и большую культуру. Только не сразу. Успеет пройти еще много дождей, но время было, время есть, время придет. В начале Грушевка, потом Баранки, теперь Млыны. Это так называемые неперспективные населенные пункты. Но все же, пока здесь живут люди, у этих деревень есть шанс стать привлекательными для туристов. Своими рассветами, радушно распахнутыми дверями, бережками. Это реально. Литмотивом возрождения фест объединил коренных млыновцев, жителей соседних деревень и гостей праздника в единый организм, жаждущий жить и дышать солнцем завтрашнего дня, пусть даже в дне сегодняшнем у небес было плаксивое настроение. И как птицы помнят свои гнезда, так и люди однажды возвращаются домой. Кто-то на время, кто-то навсегда. Здесь мама живет. Приехали в гости к маме? Мы приехали как раз специально под праздник? Нет, мы каждые выходные приезжаем, маму проведываем, немножко огород копаем. Вот мама моя. Пускай бы приехали сюда, правда? Жить. А он говорил, когда пенсии доживу, я все, я тут. Сюда приеду. Дом у нас свой хороший еще. Так что и красивее места нет. На лесной, на верах, на лесной, где вандруют рыбацкие лодки. Молоденький рыбак, закаханный юнак, слуха у голос русалки за лодки. Уникальные природные условия, потому что ледник отступал, создал уникальный рельеф, в котором есть виды растений, которых нет в других местах. Здесь особая фауна, ну и, конечно, особые такие патриархальные традиции. Это чувствуется во всем. Когда-то гончарные мастерства и резьба по дереву были традиционными занятиями этих мест. Сегодня многим они в диковинку. Впрочем, руки старших еще помнят, а руки молодых научатся. Сейчас, как и в лучшие времена, домов в Малынах не больше 30, и лишь в 13 из них коренные жители. Остальные дома выкуплены, в основном горожанами, которых однажды назвали дачниками. Да так и пошло. Дачники же не просто обжились в деревне, они тут обосновались и стали своими. Хотя зовут их по-прежнему. Дело в том, что в этом году 25 лет, как мы первые, как называют местные нас дачники, появились вот в этих млынах. И Семен Васильевич вот первый дал мне со своего колодезя воды. И вот эта вода такая была живительная, что нас дачников сейчас здесь, наверное, больше десятка уже. И мы живем вот такой вот дружной семьей. Так деревня наша Млыны обретает как бы новую жизнь, новое дыхание. В числе первых брещан, купивших опустевший дом, фазенду, как тогда любили говорить, профессор политехнического университета Георгий Грибов по совместительству любитель путешествий и белорусской земли. По жизни мы все-таки тяготели к деревенскому какому-то укладу жизни, к природе. Нам хотелось, чтобы отдых был на берегу реки, в естественных условиях. Поэтому именно открытие этой деревни и произошло в туристическом походе. Когда мы шли на байдарках по реке Лесная, нам понравились эти места. Мы стали жить на два дома. То есть на квартире в Бресте и дом здесь. А дом здесь – это совсем другой. Калинкорка, говорят, это надо работать, надо что-то менять, надо строить, надо ремонтировать, надо что-то садить тоже. И, естественно, вот эта модель жизни, где сочетались город и деревня, она очень замечательная на наш взгляд. И слава Богу, что мы вот так и живем. Городской ветер приносит с собой перемены. И они необходимы деревне, чтобы выжить. Но при этом именно в деревню люди приезжают напитаться силой корней и понять, что есть вещи незыблемые, есть память неугасаемая. Она здесь. Михаилу Григорьевичу и Семену Васильевичу Калядичем памятные медали к 70-летию освобождения Беларуси, врученные военным комиссаром Каменецкого района, говорят о том, что чужие внуки и правнуки не забыли и благодарны. Я уверен, что эти мероприятия делают нас добрее, но самое главное, они учат любить то место, где мы родились. И мы должны этим гордиться. И все-таки в конечном итоге жизнь сводится к любви. Любви к своей деревне, к своему дому детства, к труду, к людям, к одному единственному человеку, с которым хочется поделиться этой своей многогранной и такой искренней любовью к жизни. Завтра для млонов наступит, ведь люди, влюбленные в эти места, связывают свои судьбы с деревней осознанно, накрепко. Этим подают пример другим и передают фестивальную эстафету старости муринов-малых. Пусть праздник идет по земле! Субтитры создавал DimaTorzok Кстати, буквально через несколько дней, а именно 26 июня, белорусские адвокаты проведут бесплатные консультации для малоимущих. Эта практика для наших граждан уже не новинка. На этот раз мероприятия приурочены ко дню образования адвокатуры Беларуси. Обычно граждане интересуются вопросами рабочего стажа, наследства и социальной поддержки. Как видите, тематика вполне схожа с той, которую мы рассматриваем в наших программах. Так что к 26 июня у вас есть возможность подготовить свои вопросы. Ну а сейчас в утреннем эспрессо мы немного, как говорится, потренируемся. Схема простая. Ваши вопросы, наши ответы. Итак, повышаем уровень правовой грамотности с рубрикой «Горячая линия». Доброе утро, Анна! Доброе утро! Вопросы житейского характера зачастую застают нас врасплох. Найти ответ на них поможет «Горячая линия» утреннего эспрессо. Пинчанка Наталья устроилась на работу с предварительным испытательным сроком в три месяца. Срок предварительного испытания заканчивается в начале июля. Девушка хочет уволиться до окончания испытательного срока. Должна ли я заранее уведомить нанимателя о своем желании, спрашивает телезрительница. Наталья, по Трудовому кодексу Республики Беларусь вы имеете право уволиться до истечения срока предварительного испытания, предупредив об этом нанимателя письменно за три дня. На «Горячую линию» обратилась Мария Николаевна из города Барановичи. Она одна воспитывает ребенка-инвалида. Женщина оформила льготный кредит на строительство квартиры. На какую социальную помощь я могу рассчитывать? Хочет знать звонившая. Мария Николаевна, вы можете получить адресную помощь в виде ежемесячного или единовременного пособия на приобретение продуктов питания, лекарственных средств, одежды, обуви, школьных принадлежностей, пособия на внесение платы за жилищно-коммунальные услуги или платы за пользование жилым помещением. За более подробной информацией обратитесь в органы по труду и социальной защите населения. Вячеслав Семенович живет и работает в Бресте. Мужчина обнаружил пропажу своего водительского удостоверения и документов на автомобиль. Куда мне следует обращаться в подобной ситуации? – спрашивает звонивший. Вячеслав Семенович, вы можете обратиться с заявлением об утрате указанных вами документов в регистрационное подразделение ГАИ. Вам будет выдан дубликат технического паспорта, а также временное разрешение на управление транспортным средством, срок действия которого – один месяц. После истечения этого срока, если документы не будут найдены, вам выдадут дубликат водительского удостоверения. Это была горячая линия утреннего эспрессо. Оставайтесь с нами. Хорошего дня! Спасибо, Анни. Напоминаем, что свои вопросы вы можете отправлять на горячую линию утреннего эспрессо. Ну, а мы постараемся найти на них ответы. Напоминаем, что сегодня 23 июня. Буквально вчера в Белоруссии и в Брестской области отметили День памяти. Впереди нас ожидает главный государственный праздник – День независимости. В этот день – Брещане. Их гости города смогут услышать крупнейший художественный коллектив России – хор имени Александрова. Всего в их исполнении прозвучит 17 песен, а завершающим аккордом праздника станет совместное исполнение гимна. Так что уже можете начинать планировать проведение 3 июля в едином духе со всей страной. Ну, а сейчас вернемся к главным историческим вехам дня сегодняшнего. Итак, на ленте времени – 23 июня. Рубрика «Календарь». В документе память из Стрелецкого приказа в Малороссийский приказ впервые упоминается балалайка – национальный русский инструмент. Это и стало историческим основанием для выбора даты празднования Международного дня балалайки. Впервые День балалайки отметили в 2008 году. В 1860 году при Министерстве финансов США было создано секретное подразделение для борьбы с фальшивомонетчиками, позже преобразованное в секретную службу США. В 1883 году она признана самостоятельной организацией. 23 июня 1868 года Кристофер Лэттем Шоуз запатентовал пишущую машинку. Она была размером с большой стол, печатала только большими буквами. Причем машинистка не видела результата своей работы, поскольку бумага находилась внутри машинки. В этот же день в 1894 году на Международном конгрессе по проблемам физического воспитания в Париже была поддержана идея возрождения Олимпийских игр. Конгресс принял решение о проведении игр Первой Олимпиады в 1896 году в Греции. С тех пор 23 июня считается Международным Олимпийским днем. В 1961 году с главного конвейера Минского тракторного завода сошел 200-тысячный трактор «Беларусь». На протяжении ряда лет завод сохраняет за собой долю в 10% от мирового рынка колесных тракторов, находясь в восьмерке крупнейших мировых производителей. 23 июня 1987 года в Москве состоялась премьера фильма «Человек с бульвара Капуцинов». Картина имела огромный успех. За год проката ее посмотрели 60 миллионов зрителей. Наверное, еще одна дата обозначится на календаре не только Бреста, но и Рязани. 27 июня планируется подписание документов, в соответствии с которым эти города приобретут статус побратимов. Кстати, городские власти Рязани рассчитывают перенять опыт города над Богом в вопросах благоустройства и патриотического воспитания. Также планируется сотрудничество в вопросах промышленности, науки, спорта и культуры. На последнем немного остановимся, потому что сейчас настало времени искусства и эстетики. Татьяна Колокольцева расскажет о витражах. Вы знаете что-нибудь о витражах? Я, допустим, совсем немного. И мы сейчас исправим положение. Все начинается с идеи. Дальше идет воплощение. Сначала в эскизе для людей посторонних процесс выглядит вот так, банально и просто. Для мастера по стеклу Владимира Глухова это один из самых интересных творческих моментов. Ну а после, казалось бы, тоже рутинный труд. Декоративное вырезание кусочков лекал для будущего витража. Но из технологического процесса ни одной цепочки не выкинешь. Это как слов из песни. Каждый этап по-своему интересен. Получается, от проектирования, в принципе, какую-то картинку. Обработать ее так, чтобы это получился витраж. Каждый кусочек можно было вырезать. Свой интерес. Есть какой-то азарт. Стекло материал удивительный. Со своим характером и своей неповторимостью. А вот результат зависит от того, как воспользуется мастер нюансами этого материала. В этом заключается, в принципе, подбор стекла для витража. Надо сопоставлять его со своей идеей, которая была придумана. Например, вы хотите, чтобы витраж был более прозрачный, вы берете стекла, такие, которые более свет пропускают. Если хотите, там какой-то четкий рисунок сделать, где-то живописный, то берется такое стекло, как опал, которое матовое. Оно свет меньше пропускает, но зато оно хорошо отражает его и передает весь цвет. Свет способен подчеркнуть красоту и изящество и, напротив, предательски проявить недостатки. Свет всегда разный. Бывает дневной, вечерний, утренний. Просто от лампочки. И при разном освещении он будет иметь разный эффект. Поэтому считается, что, как говорят, витраж живет просто в течение суток своей жизни. При отсутствии цвета, цвет он тоже дает свой какой-то эффект интересный. Вообще стекло, говорит Владимир Глухов, материал необычный, со своим характером. Вообще стекло такое, сами понимаете, это такой кристаллический элемент, который вырезать не бумагой ножницами, а специально надо. Оно все время стремится ломаться прямо. То есть оно не хочет делать кривую линию. Оно хочет сломаться, как оно идет, так и прямо. Поэтому заставляешь, ну, разными техническими моментами, то есть где поджать, где подломать, где подбить чуть-чуть. То есть заставить эту трещину идти в стекле там по тому пути, который тянулся. Не каждому стеклу этот строптивый материал раскрывает свои тайны. И не каждого витражное искусство так захватывает, как Владимира Глухова. Я как-то увидел витражи Тиффани в каталоге Метрополитен-Музея в Нью-Йоркске. И меня не поразили вообще своей живописностью. Так обращал на это внимание. А когда довелось быть некоторое время, находиться за границей, там, в частности, в Греции, я увидел просто магазин, в котором продают эти вещи, лампы и витражи. И просто по вывеске, которая была позначена на адрес мастерской, зашел в мастерскую и предложил услуги художника. И они с удовольствием меня взяли, я с ними поработал и там научился. А вот раскрыться по-настоящему, дать волю фантазии и творчеству Владимир Глухов смог здесь, в Бресте. Эта работа такая, что здесь все время приходится учиться. Все время что-то новое. Появляются новые технологии какие-то. Допустим, раньше мы работали чисто Тиффани, это вот стеклышки, пайка. Все. Сейчас же появился фьюзинг, который можно активно добавлять в витраж, смешивать техники, получать интересные эффекты, интерьерные, и так, какие-то изделия. И каждая работа, она каждая разная. И в разных, так скажем, муках творчества происходит. То есть скучно не бывает. Скучно – это когда все серо и тускло. В работах же Глухова всегда преломляется солнечный луч. И снова доброе утро. Мы спешим вам сообщить, что сегодня международный день народных инструментов, в том числе и день рождения, отмечает и балалайка. Сегодня утром в гостях утреннего эспрессо, учащийся третьего курса Брестского музыкального колледжа имени Ширма, Денис Каледа. Денис, доброе утро. Доброе утро. Денис, я вас сразу же хочу поздравить с этим праздничным днем, потому что вы к нему имеете самое непосредственное отношение. Денис, вы знаете, насколько я знаю, учащиеся Брестского музыкального колледжа имени Ширма, в принципе, во время своей учебы работают со многими музыкальными инструментами. Я думаю, что вы точно так же работаете со многими музыкальными инструментами, но почему-то выбрали в качестве основного именно балалайку. Расскажите нам, откуда такая любовь именно к этому народному инструменту? Ну, выбрал я этот инструмент, можно сказать, случайно. То есть в садики пришли преподаватели, сказали, идет набор, так и так, выбирайте инструмент. Перечисляли балалайку, назвали, взял, да и выбрал, вот и все. Все очень просто. Так что можно сказать, что вы, в принципе, с этим инструментом знакомы уже достаточно давно. Да, лет шести. Денис, вы знаете, существует такой небольшой стереотип, что народный инструмент, он простой инструмент. Что, в принципе, он такой инструмент, на котором невозможно сыграть какие-то сложные произведения. Вот скажите, пожалуйста, это правда или это все-таки стереотип? Ну, в каком-то роде правда, то есть, как сам инструмент, он сделан достаточно просто. В нем нет никаких каких-то сложных технологий. Ну, а вообще, как бы инструмент простой, но играть на нем достаточно тяжело, поскольку такой достаточно топорный инструмент по отношению, допустим, там, к баяну, к фортепиано, ну, и целый ряд инструментов. Но играется на нем абсолютно разная музыка, то есть, народная, джаз, классика, то есть, любой жанр музыки исполняется на этом инструменте. То есть, в принципе, такому народному инструменту, как балалайка, подвластны многие музыкальные жанры? Почти все, можно даже так сказать. Денис, скажите, пожалуйста, а вот насколько вообще балалайка популярна, допустим, у нас в Бресте? Или в Беларуси? Вот проводятся какие-то конкурсы среди музыкантов-народников? Проводятся конкурсы республиканские, региональные, областные. Ну, достаточно известный инструмент в Беларуси, в России, в Украине, в Казахстане. Играются, много где он используется. Скажите, а вы принимали участие в конкурсах каких-нибудь? Принимал участие в конкурсах, в республиканском конкурсе принимал, в областных, во всех. И какая ваша самая дорогая победа для вас в этих конкурсах? Ну, самая дорогая – это третье место в республике. Ну, мы вас поздравляем хоть и с таким опозданием, но все равно поздравляем с этой победой и желаем вам дальнейших успехов. Денис, скажите нам, пожалуйста, а вот музыкант-народник, который играет, допустим, на балалайке, вот вы скажите, пожалуйста, вы исполняете музыкальные произведения соло или у вас есть какой-то, допустим, оркестр для музыкантов-народников? Да, безусловно, как и в любом музыкальном колледже, Академии музыки в нашей Минске, есть музыкальный оркестр народный. Там играют все народные инструменты. Это балалайка, домра, баян, кардион, контрабасы – всевозможные народные инструменты. Играются произведения как оркестровые общие, так и для какого-то определенного инструмента с оркестром. Допустим, вот я играю одно произведение с оркестром, то есть я как солист, а оркестр мне компонирует. Ну, так вот. Денис, скажите, пожалуйста, вот мне тоже хочется с вами поговорить еще на такую тему. Как вы можете со своей точки зрения, исключительно со своей точки зрения, объяснить тот факт, что сегодня многие музыкальные группы используют народные инструменты, в частности балалайку, играя какие-то достаточно современные и, можно сказать, далеко не традиционные произведения. Вот почему так происходит? Ну, как я уже сказал, балалайка – это инструмент очень такой разносторонний. Можно играть, наверное, любую музыку, и, ну, совершенно любую. То есть можно использовать ее как и в джазе, так и в роке. Как-то можно это играть как в шутку какую-то, можно играть очень серьезную музыку. То есть нету каких-то рамок определенных границ у этого инструмента. Вы знаете, вот из беседы с вами я могу сделать вывод о том, что, невзирая на то, что балалайка – инструмент достаточно традиционный и народный, он не теряет своей актуальности и сегодня, даже исходя из каких-то современных музыкальных реалий. И я думаю, что впоследствии этот инструмент будет удерживать свои позиции. Денис, и в завершение нашей с вами беседы мне бы все-таки хотелось услышать звучание балалайки в Международный день народных инструментов. Вы можете нам сыграть, что ли? Да. Что вы нам будете играть? Называется произведение барыня – народное произведение веселящего характера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Денис, огромное вам спасибо за то, что вы музыкально украсили наше утро. В вашем лице я еще раз поздравляю всех музыкантов-народников с Международным днем музыкальных инструментов. Ну и как любому творческому человеку я вам желаю творческого вдохновения и новых свершений. Спасибо. И вам спасибо большое. А мы напоминаем, что сегодня утром в гостях утреннего эспрессо был учащийся третьего курса Брестского музыкального колледжа имени Ширма Денис Коляда. Двигайся, изучай, открывай. В преддверии Международного Олимпийского дня в Бресте прошел конкурс рисунка. Беларусь на Олимпийских играх изображали воспитанники специализированных спортивных заведений. Надеемся, что это стало еще одним шагом к тому, чтобы Олимпийский огонь зажегся в детских сердцах. А мы продолжаем тему детства. Море позитива, который не оставит вас равнодушным даже в утро понедельника. Итак, рубрика «Человечки». Ну, там должны быть качели, цветы, там все только шели, там столик какой-то, песочница, ну, там горьки там могут быть. Я хотела бы, ну, такой друг, там где площадка не такая, как у нас поменится, а там еще одна, только это другая уже. А мы на нее тоже едем на другую. И я как бы гуляю так вот, не озгуриваюсь, боюсь, что застуло. Должен быть качели, горки, чтобы кататься, песочница, чтобы копать. И все. Горка, качели. Я хочу, чтобы у меня была вот такая горка, самая хорошая в мире. Я хочу, чтобы у меня была вот такая база. Я хочу, чтобы там были очень классные качели. Там еще я хочу, чтобы были талелки, вот такие качели. Я хочу, чтобы были вот такие машинки, вот такие качели. Они так называются. И еще хочу, чтобы было очень много сариков. Типа тут я хочу. Я мечтаю, чтобы там было чуть-чуть поменьше. Ну, как у нас там. Там у нас ракеты есть. Но там их очень малые. Ла, череп, тройли. Да, но там не очень много сделано. И мы там, знаете, как играем? Как будто там это дом, а где нет ничего, то это уже улица. А дома, где что-то там есть. Мальчики иногда играют в, знаете, во что? В полицейских. Иногда играют в сайдапы. Там плохих не надо найти. Я тоже раньше не играла. И себя сажаю. Иногда мы с девочками играем в Винск. Есть такая там Винск. Сила есть укусов. Какие-то там змеи. Сила есть с коричневыми волосами. Сила природы есть у нее. Там еще могут быть, ну, такие деревья. И там должны быть цветы, чтобы все деревья в цветах так бы украшались. И чтобы там было очень красиво. И от деревьев были в таких ленточек даже. Ну, как юбка. Ну, как юбка. Ну, как юбка. Нашу программу мы начинали с того, что в жизни всегда надо находить место маленьким радостям. И делать иногда что-то просто так. В этой связи мы хотим предложить вам небольшое забавное занятие, которое откроет вас самому себе в неожиданно интересном ракурсе. Даже если вы никогда не замечали за собой дара поэта, просто попробуйте написать стихотворение. Не обязательно гнаться за идеальными формами или каким-то невероятным смыслом. Просто попробуйте. Возможно, это станет началом для какого-то великого дела. Ну, или просто поднимет вам настроение. Это была программа «Утренний эспрессо». Меня зовут Вероника Яковец. Будьте счастливыми. Увидимся на телеканале «Беларусь-2». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова